Громадянам, которые не приватизировали квартиры, мясовыми выконками с 1 червня пропонуют заключить договор найму. До этого времени еще остается последний шанс подать заяву на приватизацию. В отворотном выпадке жилье природит разряд коммерцина и что месячно нужно будет платить за его аренду. Подробности у Марины Северьяновой. Выплаты за приватизацию квартиры могут быть различены на 40 лет. Но 10% от угольной суммы нужно будет заплатить сразу, 11 часов или на протяжении года. Важно отзначит, что до момента погашения растреминовки распорядятся квартиры нельхи. Например, продать или подарить тиздать. Сдается, что люди отмываются от приватизации квартиры, потому что ее сумма сдается им завышенной. Что касается многочисленных обращений граждан о несогласии с оценочной стоимостью приватизируемого жилья, то хочу отметить, что в связи с этим главой государства подписан указ 21 января этого года, номер 25, который предоставил право гражданам, которые не согласны со стоимостью приватизируемого жилья, обратиться в специализированные организации, такие как БТИ, и за собственные средства провести независимую рыночную оценку такого жилья. И решения о приватизации будут приниматься по наименьшей стоимости, то есть либо рыночной, либо оценочной. Доведаться, у чьим подпородкованием находится жилье, можно у той организации, на рахунок, какой вы оплачиваете коммунальные послуги. После этого подается заява. Работа, как правило, побудована по принципу одного окна. Человек приходит, подает документы, в течение месяца у нас выходит полностью расчет, где мы ему показываем, сколько стоит его квартира, какая рассрочка, насколько он хочет, и какую сумму он потом будет платить в рассрочку. И что решение наше, действительно, согласно указу, выходит оно в течение месяца, и действительно с момента подачи заявления и выхода решения ровно один год. То бишь вот эти 10%, которые как бы очень страшно насобирать, люди могут насобирать в течение 11 месяцев, чтобы за последний месяц сходить в нотариальную контору и заключить договор купли-продажи. Что до суммы приватизации, то и она залежит так само от стану жилья и его местознаходжения. Те квартиры, которые находятся в центре, в том числе не в центре, а вот даже 17 микро, они попадают к коэффициенту 1,3, то есть оценочная стоимость квартиры произведена. Дальше потребительские качества, все рассчитывается. И коэффициент качества жилой среды. То есть, поскольку считается этот центр, автоматически добавляется 30% только за то, что квартира расположена, вот скажем, в этом центральном районе или железнодорожном, и находится близко к центру. Вот вам 30%. То есть, если квартира 300 миллионов оценили, то есть 90 миллионов ты еще добавляешь за то, что вот качество, коэффициент жилой среды. То есть, где ты находишься, где твоя квартира находится. На окраине одна цена, в центре другая цена. У выпадку невыплаты узносов договор приватизации будет скасованы. До речи, отмова от заключения договора аренды не вызволяет платы за корыстание жилым помешканнем. Мясовые органы улады после 1 червеня пропонуют оформить новые экономичные относины. У выпадку неозгоды с переоформлением жилля на арендное, оплата за проживание у им выставляется все равно. А алгоритм работы с неплательщиком вядомы. Але у адрознений от приватизованных квартир санкции больше жесткие. Арендного жилля можно позбавиться при запозиченности термином не больше 2 месяца. Наймальника могут выселить без предоставления иншого помешканья. Марина Северьянова, Игорь Маришенко, телерадиокомпанія Гомель.